Как дела, джентльмены? Если вы смотрите это видео, значит вам или кому-то из ваших близких нужно научиться подтягиваться или увеличить количество повторов в этом движении на турничке. Если это даже не так, все равно не спешите выключать данный ролик, потому что я дам три универсальных совета, которые помогут освоить абсолютно любое движение в кратчайшие сроки. Будь то ходьба на руках, отжимание вниз головой, выходы на перекладни или даже рывок штанги, используя мои рекомендации, вы сможете быстрее понять технику, улучшить качество и повысить количество. За свои 10 лет, более чем 10 лет тренерской практики я научил десятки людей подтягиваться. И самое мое большое достижение это подтягивание моего сынишки 4-летнего Марка. Посмотрите, как это было. Короче, так вам понятно, я попробую подтягиваться. Ну, это не точно. Но это исчез. О-о-о-о! Машина! Красавчик, правда? Поддержите его лайками, потому что он их любит. И напишите в комментариях, во сколько вы научились подтягиваться и сколько раз подтягиваетесь прямо сейчас. Я, к слову, научился подтягиваться лет в 15. И тоже придерживался трех правил, которые сформировались немного позже. И первое правило, ребята, это прогрессия нагрузок. Все банально. Если вы чувствуете, что вашего веса много и вы с ним справиться на перекладине не можете, найдите себе надежного партнера, помощника, который будет вас подсаживать, каждый раз уменьшая свое присутствие, свое давление на вас. Или же, если у вас нет возможности кого-то найти надежного, опереться на чью-то руку, тогда возьмите себе резину, либо такую, либо жгуты, одевайте на перекладину и работайте с ней. Принцип такой же, собственно говоря, как и с гирями. Мы же не беремся сразу за 32-шку, за 40-лет. Мы работаем с шестнариком, потом 2-4-ка, потом 32-шкой. Кстати, напоминаю, кому интересна тема гирь, кто хочет в ней разобраться от А до Я, в описании есть моя книга «Фитнес-центр у тебя на ладони». Там все подробно о гирях изложено. Рекомендации силачей прошлого, их рекорды достижений, мой личный опыт, более 200 упражнений проиллюстрированы и детально разобраны. Если же книга уже есть, залетайте в закрытый телеграм-канал с программой тренировок. И там я выкладываю то, что на ютубе либо появляется намного позже, либо не появляется вовсе. Но вернемся к подтягиваниям. Точно такая же аналогия, как с гирями, только наоборот. Вы сначала берете резину самую жесткую, которая вам снимает нагрузку, потом меньше, меньше и меньше, и пока не начинаете работать по-взрослому, работать абсолютно без резины. Это первый совет. Второй мой совет, ребята. Ежедневно практикуйтесь. Ежедневная практика, она ведет к результату, но работать и не в отказ. Как-то ко мне подошел мужчина и говорит, как мне научить своего сынишка, там 9-летнего, подтягиваться. Я говорю, проще простого. Берешь его и каждый день раз по 5 подводишь к турнику, подсаживаешь, даешь ему поработать 2-3-4 повторчика. С каждым разом все больше и больше ему помогает. Он так прищурился, что я понял, что, наверное, пока я рано ему об этом сказал. Он сам не готов каждый день уделять этому время, уделять этому внимание. Хотел бы, чтобы вот так все произошло. Так не бывает. Каждый день, ежедневно, но самое главное, не тренировываясь, не в отказ. И третий мой совет, ребята, он может показаться вам абсолютно смешным, но он рабочий. Это, поверьте в себя. Суть в чем? Перед этим удачным повторением Марк подтягивался десятки раз безуспешно. После чего я придумал такую фишечку. Я взял магнезию и сказал ему, это волшебный порошок. С ним подтягиваешься ты 100%. Этого не может не быть, чтобы ты не подтянулся. Он поверил в этот. Всего лишь это магнезия, в этот волшебный порошок. Намазал руки, я вижу, глаза горят. Он подошел и сделал это подтягивание. Поэтому вера в себя. Это самое главное ваше оружие в достижении любых абсолютно целей. Ну и технические моменты, ребята. Старайтесь не дрыкаться, не дергаться на перекладине. Повесили, включили пленчики, согнули руки, пересекли перекладину. Все, выполнили повтор. Если вы подтягиваетесь раз, старайтесь два, три, четыре, пять. И более, более. Методов увеличения количества повторов масса. Но самое главное стабильность, прогресс на грузе и вера в себя. Три советика, ребята. Простые, но действительно рабочие. Я помог и девочкам, и мальчикам научиться подтягиваться. Теперь хочу помочь вам. Или же тому, кто хочет подтягиваться с вами. Это я записал видео между своими подходиками. Я полетел на турничок подтягиваться. Вы же идите, используйте советики. Спасибо большое за внимание. Многие спрашивают, как я подтягиваюсь, если турник низкий. Вот так.